Здарова-здарова дорогие друзья, с вами как всегда я, Эван, и мы продолжаем играть на сервере с матра МТА номер 3, всё как всегда. И как вы поняли по названию ролика, сегодня у нас вторая серия рубрики, кто хочет стать миллионером. Так что, присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. А какая, пацаны, вообще суть данной рубрики? Если вы не смотрели первый видос, ссылку на него я оставлю в описании, и возможно, если я не забуду, он справа вверху вылезет. Вот, короче, это получается, мы ищем рандомного игрока, ну, скорее всего, наверное, среднего или новичка, вот, и берем его в скайпе или дискорд, идем вместе с ним. Также мы, у нас есть три вопроса сложности, то есть простые, средние и сложные, в каждой рубрике есть по одному вопросу. Также у нас есть дополнительная картинка, то есть, например, я хочу простой видос, ой, говорю видос, вопрос, например, два простых вопроса, 200 тысяч заработал. Простые вопросы, да, кстати, простые вопросы оцениваются в 100 тысяч, средние 250 и сложные в 500 тысяч. И, например, я захотел картинку, но если мы не отгадаем картинку, то игрок проигрывает. Потому что я, короче, в прошлый раз так не делал, и я понял, что это очень тупо. Ну, в принципе, пацан может зайти, спросить пару, два простых просто вопроса и забрать свой приз. Но не так уж было. Вы знаете, все такие программы, которые я показываю по телеку или в интернете, есть какая-то своя изюминка, есть здесь тоже. Ну, не изюминка, а такая специальная, чтобы вы ничего не выиграли и все проиграли, как казино. У нас есть рулетка. Рулетка делится на 6 сегментов. 3, x2 и 3 ничего. То есть, победитель, например, я себе, ну, заработал 200 тысяч. Если я хочу забрать, я могу просто забрать и уйти. Если я хочу больше, я могу крутануть рулетку. Рулетка, получается, может выпасть или x2, я заберу 400, или ничего. Я просто уйду с пустыми руками. Это на свой страх и риск, как делают люди. Так что, присаживайтесь поудобнее, и мы пошли искать людей. Давайте, пацаны, для просто интереса загадаем в серии число от 1 до 10. И он нам скажет, какую игру подряд, которая нам попадется. С тем мы будем проводить вот такую вот, можно было бы сказать, благотворительную акцию. Привет, серия. Привет, серия. Выбери рандомное число от 1 до 10. Случайное число от 0 до 100. 31. Выбери рандомное число от 0 до 10. Это 2. Это 2, пацаны. Значит, вот это U39, это первое. А здесь двое стоят, значит, мы U39. Опа! Вот этот пацан, что нам попался. Стой, JBL, JBL. Или TBS. А не GD. Стой. 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 А, здорово. Здорово. У меня для тебя есть хорошие новости. Вот это поворот. Скайп и диск есть. Так, что он напишет, интересно. Главное, что у него скайп был. Скайп удобнее. Так, зачем? Ну, надо, надо там объясню. Упор что-то здесь угорает. Что у него появится? СРР. Думаю, РРР. Есть скайп. Если ты пойдешь в скайп, я тебя убью. Ибо ты со мной пошел. Пиши его в F9 и свяжемся. Пацаны, пока перезаходят GZ в дискорд. Я тут собрал мини-сходочку. Форд. Привет. Шериф тоже привет. Вандик. Привет. Привет всем. Так, давайте пересядем в четырехместное авто. Чтобы все могли сесть. О, садитесь. Садитесь. О, Захан еще тут. Так, GZ, то нафэкашит. Так, главное, чтобы его место без них заняли. То будет очень плохо. Так. Садись, 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 садись. О, еще, пацаны. Опа, притормозили. Две седа второй притормозили. Подождите, ты не могу ли все наступать? Его еще кикнуло? Он только что садился и пропал. А ну, давайте напишем. Нет, ты где? Ты где? Ты где? Ты где? Отец. Не понял. Так же, пацаны, привет. Вот это на приоре. Кто это? Гопнил. Привет. Так, мне что-то тоже в последнее время тормозит. Ты топ, спасибо. Так, пацаны. БМВ топ еще у меня увидел. Ты топ, бро. Спасибо. Я не понимаю. Мне на севере очень много пацанов видят. Привет, это твой подписчик. Ну, блин, я их первый раз, во-первых, вижу. Во-вторых, они просто такие айдишники. Ну, просто все здоровы, все типа... Я тебя каждый день смотрю. Спасибо. Все знают, но на канал никто не подписывается, никто ролики не смотрит. Я это вообще не понимаю. Алло, здорово. Бля, что ты такой громкий? Алло, здорово. Здорово, говорю. Здорово, здорово. Ну, поприветствуйся. Как ты зовут вообще? Артем. Артем, короче. На сегодня ты попал, может, счастливчик, можно так сказать, попал в ролик. Может, смотрел, может, нет вообще. Сколько плюс-минус месяца ты подписан на мой канал? Я давно уже подписан на твой канал. Ну, плюс-минус. Сколько? Два, три. Три месяца назад подписался. Вот, а если... А какой ролик, если помнишь? Не помнишь? А уже не помню. Короче, может, ты видел, нет? У меня был ролик, кто хочет стать миллионером. Видел такой? Да. Вот, а ты попал в этот ролик. Совпадение? Не думаю. Короче, плюс-минус ты уже понял, что надо делать, да? Не. Не, не понял. Короче, рассказываю. Это рубрика, которую я придумал. Короче, у тебя есть вопросы, есть картинки. Сейчас все подробнее расскажу. Есть три вопроса, типа, три уровня сложности. Есть простые, есть средние, есть сложные. Есть в каждом уровне, есть по три вопроса. Простые вопросы оцениваются по 100 тысяч, средние по 250 и сложные по 500 тысяч. Но они прям очень сложные. Все, ну, типа, все вопросы плюс-минус в тему смотри. Там нету, там, ничего в жизни, там, типа, самая глубокая впадина и т.д. Все, короче, взято с контента смотри. Вот. Какие вопросы будут? Ну, интересно, я себе говорю. Подожди. Бля, я меня что-то залгал. Короче, пока расскажу. Короче, также есть у нас картинка. Например, ты можешь там ответить один простой вопрос, а потом на второй простой вопрос, да? И захотел, например, картинку. Картинка – это обычное авто, которое спрятано за черным фоном. Ну, оно там такое, там изи вообще разгадать. И оно оценивается 228 тысяч рублей. Но картинка… У нас будет немножечко правила поменялись с предыдущим видосом. Картинка, хочешь берешь, хочешь не берешь, но если ты не угадал картинку, ну, там, марку модели, ну, вернее, марку авто, потому что модель там такая прям, то ты, ну, сказал, короче, марку, и ты выиграл, вот. И все. Если не сказал, ты просто проиграл, все. Также у нас есть две подсказки. Это первый – звонок другу, можно сказать. А второе – это у нас будет там 4 варианта, и надо с 4, типа, я с 4 выберу, 1, ну, то неправильно, типа, уберу, понял? Останется только 3. Вот. И когда ты там заработаешь некоторую сумму, у меня есть рулетка, которая поделена на 6 сегментов, которая с X2 и ничего. То есть, 3 сегмента X2 и 2 и 3 сегмента ничего. То есть, ты можешь или X2 сделать себе своего счета, или просто все проиграть. Понял, да? А то так молчишь, я думаю, может, ты там отключился уже. Вот. И я хочу попросить тебя, чтобы ты сел за руки елика и, короче, катался, и включил демку экрана, чтобы я видел, что там ничего не гуглишь, чтобы ДТП, вот не спрашиваешь. Короче, у нас есть 3 вопроса. Простые, сложные, средние. Я уже рассказывал, короче, выбирай, с чего ты хочешь начать. Можешь, конечно, с картинки начать. С чего хочешь, короче, с того начинать. Картинку давай. Картинку, сразу картинку, да? Ну, картинка... Вообще, сколько ты играешь на Смотре плюс-минус? И как ты узнал о проекте? Друзья посоветовали. У вас, типа, клан, да? Да. Как он раньше назывался, или так он назывался? КВП. Да. Знакомая просто расцветка. Короче, я сбрасываю картинку. Сейчас она загрузится, и тебе надо просто обгадать марку автомобиля. Если выгадываешь, 228 тысяч твою копилочку. А что у тебя по имуществу вообще? Есть, что? Нет. У меня у Синьки нет. О, как раз. Хорошо. А часа у нас, смотря? Сколько часов? Да. 361 час. 361 час. И сколько у тебя там? 8 миллионов, да? И 6. 8-8. Такой. Я гоник копнул. Короче, я скинул картинку. Заходи в дискорд, смотри. Ну, мне кажется, это изи угадать просто. Смотря для кого. Это рейндж. А? Это рейнджогер. Это точный ответ? Да. Не хочешь подумать? Так просто резко, сразу. Или это X5? Ну, ты подумай, подумай, потом ответишь. Сейчас будет музыка вся фигня. Интересно, что же это такое? X5. Maybe range. Maybe mercedes. GLS. А может гель? Ну. Может... Короче, окончательный твой ответ какой? Range. Точно. Да. И это... Правильный ответ. Это Range Rover. С2. Могу тебе показать. Ну, хотя ты видос смотрел, блядь, мой. Я нашел, блядь, кого спрашивали, что это за тачка. Короче, у твоей копилки есть уже 228 тысяч рублей. Даша, ты чего хочешь? Выбирай. Простой второй. Простой второй? Да. Хорошо. Итак, вопрос в студию. Сколько платят за бутылку водки? А. Тысяча рублей. Б. Полторы тысячи рублей. В. Две с половиной тысячи рублей. Г. Пять тысяч рублей. Чего? И вот это все вопросы я тебе скидываю в Дискорда, что если ты не услышал, можешь зайти и посмотреть. Вау. Какой говоришь? А. А говоришь? Вариант выбираем. Ну. А пока еще выбираешь, да? Ну, смотри. Бутылка водки. Это в бочках она выпадает. А. Тысяча рублей. Б. Полторы. В. Две с половиной. Г. Три тысячи. Пять тысяч рублей. Сори. Сори. Какой? Первый вариант выбираем. Первый? А. Да, да. А. Ну, к сожалению, это неправильный ответ. Не хочется плакать. Правильный ответ был В. Это две с половиной тысячи рублей. Тысяча рублей это пиво, а пять тысяч это шампанское. Ладно. Спасибо тебе за участие. Потом может встретимся, может опять попадешь в эту рубрику. Хоть и было. Давай. Так, пацан, давайте ему накинем хоть, не знаю, хоть десять тысяч, что ему не было обидно. Вот. Это. Это, чтобы не было. Обидно. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...